Друзья, всем привет! С вами Кира Штафун. Сегодня хочу рассказать об авторе данного канала, то бишь обо мне. Вам становится все больше, количество подписчиков моего канала все расширяется и увеличивается, новые зрители появляются. Поэтому я немножко расскажу о себе. Также буду рада, если вы расскажете о себе в комментариях под этим видео. Итак, все началось с того, трансляция этого канала началась с того, что наступило 1 июня 2013 года, и я решила развивать бизнес в интернете. Мне очень была интересна эта тема, и бизнес в интернете строится в первую очередь на любимую тему, на любимую нишу. И все это так переросло, даже не бизнес, это было какое-то потоковое состояние, мое состояние, от которого я не могла оторваться. 10 декабря 2014 года, через полгода после введения данного канала, я отправилась в путешествие в Таиланд, первое свободное длительное путешествие, где мы жили с мужем почти год. Почти год на острове Самуи, на острове мечты, куда я раньше даже не мечтала попасть, и не знала, как вообще попаду туда. Но цель такая была. И когда я туда приехала, я достигла того, чего я хотела, во-первых. Во-вторых, я познакомилась с огромным количеством интереснейших людей, с которыми мы записали интервью. Живя в Таиланде, я была сыроедом, я очистила свой организм, я настраивала его на нужный лад, и записала достаточно много интервью с известными сыроедами, и неизвестными тоже, которые дали очень много полезной информации о том, как вывести из своего организма шлаки, токсины, почиститься и стать стройнее, красивее, и так далее. Помимо темы сыроедения, я развивала в Таиланде и тему бизнеса онлайн параллельно. У меня есть второй видеоканал по бизнесу онлайн, который я также успешно веду. И развитие этих двух тем, оно мне помогло определить свое предназначение, и познакомиться с огромным количеством очень потрясающих людей, я бы сказала. После жизни в Таиланде мы полгода примерно провели в России, развивая свой бизнес там, потому что нам необходимо было создать команду, укрепиться в одном месте, скажем так, снять офис, организовать ООО, то есть юридически все это оформить. И это была зима, я почувствовала большой контраст между Таиландом и Томском, я почувствовала огромный контраст между людьми. Многие до сих пор не верят, что стать финансово независимым человеком это возможно, что жить там, где ты хочешь, это возможно, что можно не работать по найму, и что можно по-другому заботиться о своем здоровье, наверное. К сожалению, до каких-то людей получилось это донести, до каких-то людей не получилось это донести, но кто хочет слышать, тот услышит. У нас появилось достаточно много друзей в Томске также, и вот в мае 2015 года, этого года, мы переехали в ностропические страны, мы уехали в остров Бали, и здесь проведем примерно до ноября-декабря. Здесь родится наш малыш в клинике естественного и лотосового рождения Буми-Сихат. Сейчас мне очень интересно транслировать на эту тему, потому что что такое лотосовое рождение, должна знать каждая девушка, каждая женщина, потому что это огромные жизненные энергии, огромные силы для вашего малыша при рождении. Вот, поэтому я рассказываю о своей беременности и о том, как будут проходить мои роды в клинике Буми-Сихат, естественные роды, лотосовые роды. Вот, на Бали мы путешествуем, как обычно, в различные красивые места. Я очень люблю бывать у океана, поэтому часто мы выезжаем на различные пляжи, какие-то красивые места и так далее. Вот, я также очень люблю вести международные проекты. Так у меня получается, что я связываюсь с людьми из Кореи, из Канады и других стран. Это происходит чаще, чем с людьми из России. Вот, и что еще рассказать обо мне? Я очень люблю правильно вкладывать деньги и инвестированием заниматься. Сейчас изучаю эту тему. Знаю несколько очень важных тем для инвестирования и, самое главное, скажем так, правильных тем для инвестирования, потому что есть много возможностей, и не все они, скажем так, являются качественными. Вот. И нравится изучать финансовое образование. Я изучаю финансовое образование с помощью наставников, с помощью книг и с помощью практики, соответственно. Очень люблю кушать фрукты, поэтому, наверное, мы живем в тропических странах. Очень люблю заботиться о своем здоровье, наверное, поэтому я занимаюсь активно спортом, даже во время беременности. Сейчас я уже нахожусь на приличном стройке. Я занимаюсь юголевитацией на веревочках. Меня подвешивают по различных позах, и это очень благоприятно влияет на мои суставы, на мои мышцы, именно через расслабление, не через напряжение, как мы привыкли заниматься спортом, а через расслабление. Вот. Рекомендую вам тоже попробовать. Очень люблю читать книги. Читаю книги в основном по бизнесу. Иногда читаю книги по сыроедению и по питанию, но это уже как бы немножко в прошлом, потому что все, что я могла для себя прочитать, я же прочитала. Кстати, у нас постоянно кричат петухи. Какой бы период времени суток не был, утро, вечером, днем всегда кричат петухи. Так. Моя семья живет также в Сибири, и им это нравится, они северные люди. Жить в тропических странах не всем, кстати, нужно, и не всем надо. Есть категории людей, которым лучше, наоборот, на западе, на востоке, на севере, но не на юге. Есть люди, которым лучше жить в мегаполисах и так далее. Вот. Я отношусь к тем, кто любит жить в южных странах, но, в принципе, чувствует себя достаточно хорошо везде. Это я рассчитала по дате своего рождения. Вообще, интересуюсь human design, скажем так, знаю, что дата рождения – это наш штрих-код, и по ней очень много можно чего рассказать, особенно наши природные данные, природные направления и так далее. Вот. Если у вас есть еще вопросы, вы обязательно спрашивайте. Я буду готовиться к своим родам, готовиться встречать своего малыша. Буду рада почитать комментарии у вас. И всего вам хорошего, всего доброго. А у вас с вами была Кира Штафун. До новых встреч!